всем привет добро пожаловать на наш сегодняшний эфир мы сегодня поговорим так уж и быть я вам расскажу о чем мы сегодня поговорим так сказать заинтересую вот мы сегодня поговорим про битах он такой понятие как битах он это уверенность во всевышнем как как стараться сохранять вот это доверие до уверенности во всевышнем какие бывают потому что бывают очень много ситуаций и случаев когда наше доверие ко всевышнему наша уверенность в нем немножко подрывается подшатывается до в силу каких-то внешних факторов силу усталости не знаю силу каких-то плохих вещей которые нам могут казаться да вот и мы сегодня поговорим про доверие ко всевышнему уверенность то про про то что на всех всего хватит про конкуренцию такую я еще хотела затронуть тему это все поэтапно поэтапно мы пройдем всем всем привет хорошего вечера всем шалом 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 вижу все читаю всем привет и так битах он уверенности во всевышнем наверняка у нас у каждого есть доверие ко всевышнему мы знаем что это наш папа что это царь вселенной он нас создал мы его частички да и но с каждым из нас случаются ситуации которые подрывают нашу уверенность во всевышнем подрывают наше доверие к нему и это те ситуации когда мы начинаем роптать против всевышнего да когда нам кажется за что почему ты нам так делаешь да да, почему так, или это он, он хочет мне зло, там, да, или же мы попросту забываем вообще о Всевышнем и начинаем бояться людей, да, каких-то конкурентов, мы начинаем бояться каких-то финансовых проблем, работа нас заедает, и это нормально, это жизнь, и мы живем в наших рамках, да, и мы зависимы, не знаю, от заработка, мы зависимы от социальной жизни, да, мы зависимы от друзей, когда мы ссоримся с друзьями, это тоже очень влияет на нашу уверенность, когда вообще что-то плохое случается, да, наша уверенность во Всевышнем, она подшатывается, и я хотела бы продолжить истории про Раби Акиву, наверняка многие из вас слышали, но нельзя без этой истории, это основа основ. Однажды Раби Акива, он занимался просвещенчеством, в общем, просвещением, он мог собрать свои пожитки чуть-чуть и ходить с местечка к местечку, да, и распространять Тору, делиться этим, и в один из таких путешествий он взял с собой три вещи, он взял с собой осла, петуха и свечу, ну, помимо там книг, которые у него были святые, да, помимо там еды немножко, он взял эти три основные вещи, и когда он пришел к первому местечку, получилось, что это местечко, оно было не совсем гостеприимным, и в каждый дом, в который он стучал, его не пускали, ну, в принципе, можно понять этих людей, да, приходит какой-то нищий с ослом, с петухом, да, вдруг он вообще разбойник, приходит к нам в дом, да, вечером, почти перед ночью, что он от нас хочет, ну, можно их простить, да, это бывает, не пустил никто. И что делает наш Раби Акива? Он идет в лес, такое, делает себе место, зажигает свечу, и, значит, сидит он, молится, там, читает Тору, читает Сидур, и, значит, дует ветер и задувает его свечу. Вот, и мы могли бы сказать, блин, что это за ветер? Почему он задул мою свечу? Я ведь хотел почитать Тору, но Раби Акива сказал, ну, окей, значит, я пойду спать, значит, так надо, уже поздно, я тогда больше отдохну, и лег спать. Потом среди ночи он слышит, как осел так, и-а-а, и он видит, как волк утаскивает осла. Он мог бы сказать, эй, ты куда тащишь моего осла, мне нужно кушать, да, на пасти, что-то сделать с этим волком, но он сказал, окей, я не буду, я знаю, что сейчас волк может вместо осла меня потащить, значит, так надо, и он смирился с этой ситуацией, и когда утром он проснулся, он увидел, что петуха тоже нет. Вообще, человек со всем, что он собрал с собой, ничего у него не осталось. Наверняка мы можем скептически отнестись к этой ситуации, да, потому что мы все знаем, что когда у нас что-то, да, пропадает, исчезает, когда это кажется несправедливо, да, ай, почему так, почему это разбилось, ай, почему так, то тяжело все-таки сохранять вот эту вот стойкость, да, что это к лучшему, так должно быть, все хорошо, но на самом деле это огромная-огромная работа над собой, правда? Это для каждого из нас. Так вот, и проснулся рабе Акива, собрал свои маленькие пожитки, у него ничего не осталось, и пошел в местечко, и что он видит? Когда он подходит к местечку, он видит, что оно все в дыму, и, ну, все разграблено, и он понял, что ночью разбойники напали в это местечко. И он думает, Всевышний, как ты велик, слава Богу, что эти люди, они меня ночью не приняли, не пустили меня, ты это предвидел, да, они меня не пустили, благодаря этому я жив. Всевышний, слава Богу, что ты потушил мою свечу, что разбойники, они не увидели свет, да, который горел, и он не привлек их внимание, потому что наверняка я бы долго сидел и изучал Тору, да, и на каждую вещь, посмотрите, давайте вместе найдем хорошее. Если бы петух у него остался, то он мог бы закукурикать в тот момент, когда разбойники проходили мимо него, да, и он говорит, Боже Всевышний, как ты велик, ты этому не позволил случиться, да, и то же самое про осла. И так мы видим из этой истории, это очень популярно, наверняка многие из вас слышали, что это очень популярная история, примера того, да, как мыслить, как, ну, не то что оправдывать, как находить хорошее в каждой случившейся с нами ситуации. И действительно, на эту же ситуацию мы можем найти очень много негатива, да, очень много, казалось бы, не очень хороших вещей. Но здесь нам эта история показывает, насколько важно найти хорошее и зацепиться. И на самом деле это хорошее, оно играет намного большую роль, чем вот это плохое. И вот этот бетахон, когда с нами что-то плохое случается, он очень-очень подрывается, да, и мы начинаем тоже себе накручивать, что мы начинаем отталкивать от этого Всевышнего, да, вот этими мыслями, что как он мог, например, о, я расскажу вам одну историю. История называется «Не будь лошадью». Был такой Хаим, жил в городке Хаим такой, он очень любил, знаете, такие были табакетки, когда человек хочет бросить курить, он нюхал табак, и очень много евреев именно в шаббат нюхали этот табак, их это успокаивало, они не курили. Так вот, и у него был бизнес с этими табакетками, и с этим вкусом, и с таким ароматом, и все, и в такой коробочке, и так, и сяк. И все обращались, все знали, это к Хаиму, если там табак на шаббат, это к Хаиму, и все обращались к нему, и он процветал. Однажды наш Хаим прибежал с криками к Ребе и кричит «Ребе, Ребе, так нечестно, как он так мог? Вот же ж друг называется, он меня хлеба лишит!» И начинает кричать. Ему Ребе говорит «Стой, стой, успокойся, что произошло?» Он говорит «Да этот Мойша, прямо напротив меня, открыл магазин, и теперь тоже торгует табаком! Как он так мог?» И вы бы видели, да, сколько злости. С одной стороны, его понятно, да, понятна его злость. Я всю жизнь занимаюсь, вкладываю в дело, тут кто-то открывает возле меня еще один такой магазин. Конечно, я буду злиться. Конкурент, он у меня будет хлеб забирать, а вдруг у него лучше, да? И он возмущается. И тогда Ребе ему говорит «Не будь лошадью!» Он говорит «В смысле?» «А ты знаешь, как лошадь пьет воду из-за озера?» Он говорит «Нет, не знаю. Сейчас я тебе скажу». Лошадь подходит к воде, она видит там отражение другой лошади, и лошадь думает «Эй, это только моя вода, ты не будешь пить эту воду!» И начинает коламутить эту воду копытами. Все. Лошадь исчезла. Да, вот это отражение, потому что вода мутная, и лошадь пьет мутную воду. И он говорит «Не будь лошадью!» Ты сейчас борешься со своим воображением, да? Потому что у Всевышнего на всех хватит. Не может быть, нельзя так сказать, что если другой открыл такой же магазин, как у тебя, то все, у тебя будет какой-то упадок, да? Значит, это тебе повод двигаться еще лучше, да? Двигаться еще быстрее, там, продумывать какие-то бонусы для своих покупателей и так далее. Но не будь лошадью, да? У Всевышнего на каждого, на каждого из нас хватит. Мы что? Мы сомневаемся в величии Всевышнего. Всевышний, который нам все-все в этом мире дал, который поддерживает нашу жизнь, который каждый день, даже наш вдох, да, дает. Каждый день Всевышний нам это все дает. И даже, вы знаете, я когда, не помню, на каком-то курсе, или не на курсе, в общем, где-то упоминали, да, вот это мышление богатых, как оно строится? Когда человек, он выходит на улицу, и начинает обращать внимание на какие-то богатые вещи, да, он идет, вау, вот это здание, вы представляете, владелец здания сколько денег имеет, да, вау, вот это да. И там, когда ты идешь по улице и зацикливаешься не на мусоре, да, а зацикливаешься на каких-то великих вещах, и, блин, Всевышний, который вот такой дом построил, да, вы что думаете, он еще больше дом не построит? Что Всевышний, если ты захочешь, если ты будешь стараться, да, то что Всевышний тебе не даст, да, то есть, когда мы, да, начинаем действовать, то Всевышний, конечно же, нам это с радостью хочет и даст. Именно поэтому в плане конкуренции здесь нужно сказать, не будь лошадью, да, у Всевышнего на всех, на всех хватит. И, наверное, это все-таки такой важный-важный принцип, что если у тебя такой магазин и у твоего друга тоже такой магазин, так это же здорово, твой друг пусть будет тебе вдохновителем. Представляете, какой это двигатель? Ты узнал, что твой друг сейчас там завез какие-то новые ботинки, и ты такой, так, я, значит, должен лучше. Представляете, какой это двигатель? Это же классно, вот, поэтому такой небольшой урок про бетахон, про доверие ко Всевышнему, о том, что это большой труд, нужно стараться работать над тем, чтобы даже в ситуации, когда не совсем нам понятны и приятны, особенно когда это в материальности, да, чтобы даже в такие ситуации и в такие моменты оставаться веренным Всевышнему и не убирать его от себя, да, потому что включается этот эгоизм, да, а, меня обидели, а, там, меня подставили, а, он открывает такой магазин, и ты, ты как будто бы убираешь Всевышнего от себя, да, или же ты включаешь эгоизм и ты говоришь, нет, только мне Всевышний может дать, а почему Всевышний другому не может дать, он вообще всем может дать, да, то есть вот эти вещи, они убирают все-таки Всевышнего, и надо стараться работать над собой вообще всю жизнь человек живет и работать над собой, мы вообще здесь в этом мире для того, чтобы работать над собой, улучшать себя, улучшать друг друга личным примером, да, вот, вот такой урок я хотела сегодня дать, всем спасибо большое, что нашли время и присоединились, и мы вместе поучились, я очень-очень рада, вот, и всем желаю хорошего вечера, и пусть у нас будет бетахон, полная уверенность во Всевышнем, доверие во всех ситуациях, и как можно больше положительных и хороших ситуаций, как и со стороны Ашема, так и чтобы мы их тоже принимали хорошо, все, спасибо всем, пока!